Так, есть практика, да, практика, вот, слава Богу. Так, друзья, начнем с молитвы, и вот хочу прочесть Слово Божье, очень сильно меня вот коснулось, я пересматривал снова вот то, что Алексей Иванович рекомендовал, я не 20, но уже несколько раз прослушал полностью Джереми Пирсонс, он очень хорошо как раз сказал, мне это как-то коснулось очень сильно в этот раз, что мы себя нашли, значит, он вот молил, да, женой вместе, да, с семьей своей, в этом тексте из Писания, и я так как раз стал перечитывать его, этот текст Колоссян, 1 глава, вот, и как-то действительно мне тоже очень сильно коснулось 1 глава, 28 стих, вот, 1, 28 Колоссян, вот, это, говорит, стих, в котором мы себя нашли, а предыстория такая, что его попросил, значит, кто, ну, дедушка, получается, да, Калина Коплин, да, дедушка, да, его, он попросил его, значит, провести собрание, со мной где-то был в поездке, стих, проповедует, значит, и он, я готов пробовать, значит, и она мне показалась так, немного скучной, и он сказал, что если, вот, я так понимаю, что если мне было скучно готовить ее, то и народу будет служить ее, да, ну, как-то что-то не то, и молился он, ему было слово, очень простое такое слово, проповедую Иисуса, он так, ну, как бы, ну, понятно, Иисус, значит, ну, как бы, значит, это, ну, как бы, это, ну, грубо говоря, ну, дорогу ясно, как бы, значит, ну, а что еще, но самое интересное, потом разумение пришло, что, да, проповедую Иисуса, на самом деле, в этом глубина, что в этом все есть уже, и исцеление, и освобождение, и все прочее, и прочее, и прочее, и вот, вот это место из Писания, которое, вот, ему открылось, Колоссянам, первая глава, 28 стих, но я хочу, опять-таки, он там в контексте прочитывал, перед тем, что написано, написано, что, ну, вообще, здесь о Христе говорится, здесь очень целый гимн такой, что ли, вот, целый гимн спасителю, гимн Господу, вот, значит, и 26 стиха, я предысторию такую прочитаю здесь, написано, есть о тайне, написано, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, и 27 стих, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, в которой есть Христос вас, упование славы, и вот, собственно, 28 стих, в общем-то, который, как раз и слава на веке, Богу, да, 28 стих, собственно, кульминационный, который, как-то, его очень сильно сразил, будем так, духовно, и вот, наставил его на пути, и он, вместе с женой, мы идем этим путем сейчас-то, вообще, думаю, молодцы, здорово, 28 стих написано, которого мы проповедуем, Колоссян, я читаю, 1 главу, значит, 26, 27, еще 28 стих, которого мы, Христа имеется в виду, проповедуем, вразумляя всякого человека, и написано, и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, ну и дальше уже, окончание, самое 29 стих, финал этой главы, для чего я и дружусь, и подвязаюсь в силу его, действующую во мне могущественно, аминь. Ну вот, Христос, да, значит, проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, то есть вот, проповедуем о Христе, говорит, о Христе, а как же там, ну, допустим, там, исцеление, а проповедуем во Христе, ты увидишь, что будет, да, а как же там, допустим, там, значит, другие темы, там, ну, любые, любые темы, там, процветали, значит, там, не знаю, любая тема, проповедуем о Христе, говорит, вот, и посмотрим, что будет, да, надо же, в принципе, говорят, все гениально просто, да, вот, а если во Христе все это есть, как бы, да, это тайна божественная, вот, что Бог явился во Плоте, да, ну, каково, представляете, значит, значит, и окажется во Христе все есть уже, вот, даже песня есть такая, вот, я ее у Генри Мадайва слышал много раз, там, и трансляция включал тоже, там еще, там, я не помню слов, там, и они поют, хор поет, там, все в имени Иисуса, исцеление, вечная жизнь, все в имени Иисуса, там, значит, там, то-то и то-то и то-то, значит, все в имени Иисуса, то-то и то-то и то-то и то-то, они поют, и все, все в имени Иисуса, то есть, мне так понравилось, ну, как бы, смысл песни-то хороший очень, ну, надо бы даже записать слова эти хорошие, вот, действительно, там, и личная жизнь, и спасение, и исцеление, там, значит, и вот освобождение, все в имени Иисуса, вот. Мало песен, я тебя знаю, к сожалению, надо будет так вот подключить. Там еще другая песня есть еще тоже. В крови Христа, в жизни там исцеления, есть сила в крови Христа, сила Божья чудотворная. Сила Божья чудотворная в крови Христа, сила Божья чудотворная в драгоценной крови Христа. И там по букле там, хочешь там, ну как бы человек там здоровым ты будешь, к примеру там, или там освобожденным, или чем-то еще там, благоставленным будешь там. Есть сила в крови, крови Христа. Там хочешь там что-то еще там, ну короче там перечисляются по этим буклетам, как бы, ну как бы все благоставение, короче, в жизни человека. И все время там заканчивается «Есть сила в крови Христа». И опять в порогает, опять вот это вот, вместе, как дружно, этот припев такой, сила Божья чудотворная. Вообще, очень много есть интересных других песен. Вот действительно, в христианстве, получается, откровение об этом есть, просто надо как бы это явить. Или как вот в той же программе, вот он вспоминал, Жеремия Пирсона, вспоминал, значит, Кеннета Коплинда, значит, что вот как будто бы прожектор наведен на, допустим, определенное учение, да, чтобы выследить, как бы, тебе, значит, в твоем разуме, да, получается, в твоей жизни, вот это откровение, это учение. Да, приветствую, да, слава Богу, слава Богу, присаживайтесь, 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 присаживайтесь. Вот, и вот так вот, то есть есть сила в крови Христа, в имени Иисуса Христа, все это сокрыто. Вот, и для, значит, сестер подоспевших, значит, Колоссянам 1 глава сегодня читал, вот как раз этот текст, вот, что о тайне, в которой есть Христос в нас, упование, славы. И вот 28 стих, такой кульминационный, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека в совершенном во Христе Иисусе. Аминь. То есть, вот, и вся полнота совершенства, да, все есть в имени Иисуса Христа, в самом Христе Иисусе. Слава Богу. Поэтому, ну, что сказать, слава Иисусу Христу, на веке слава Богу Святому. Аминь. Аминь. Вот, и, ну что, помолимся, как раз, по этому тексту, и дальше продолжим. Спасибо, Господь, Бог Святой за все. Благословен Ты, Бог наш, благословен Господь, Царь Вселенной, Божий Всемогущий. Благодарю Тебя за имя Иисуса, за то, что Ты весь в этом имени. Вся Твоя милость, все Твое Божие Святое, это вся Твоя благодать в святом имени Иисуса Христа. Спасибо, Господь. Спасибо Тебе, Святой Великий Божий, что Ты, именем Иисуса Христа, Божий, совершил великую победу, Господь. И совершаешь ее в нас, верующих. Спасибо, Господь. Благослови, Господь, нас сейчас в этом этом общении. Благослови, Божие, это наше собрание, эту встречу, Божие, во имя Твое, во имя Иисуса Христа. Потому как действительно, где двое или трое собраны во имя Твое, там и Ты посреди, Божие, и мы собрались во имя Твое. И ради Твоей любви, Господь, Божий, ради Твоей милости прославить Тебя, Господь, Божий. Благословенты, Царь Вселенной, собирающий нас, как птицы птенцов, под своими крыльями. Благословенты, Бог наш, Господь чудесный и Господь великий. Божий, Свобущий, благослови нас. И как здесь в этом слове сказано, Боже, благослови, Боже, чтобы вот то, что апостол Павел писал еще тогда, что актуально и для нас сегодня, пусть это активизируется в нас, Боже, что проповедуем Христа, который есть действительно упование, упование славы. Он есть в нас. И вразумляя, написано, всякого человека, Боже, и мы сегодня вразумляемся, Господь Божий, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенно во Христе Иисусе, Боже. И сила и могущественно тогда, Боже, Ты трудился, Господь, через апостола Павла, через нашего брата помазанного, Господь Божий. И пусть мы, Господь Божий, как дети Твои сегодня, Боже, в том же вот этой силе могущественно действующей, Боже, потрудимся, Господь, действительно провозглашай власть имени Иисуса Христа, силу имени Иисуса Христа, великую любовь и победу Твою в имени Иисуса Христа. Слава Тебе, Боже наш, благословенный Господь наш. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Господи. Аминь. Спасибо. Спасибо. Тоже. Если есть у кого, не знаю, нужды, о чем будем молиться, или на сердце есть желание помолиться, помолитесь сейчас тоже. Иисус Христа. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Если вы прихватываете, то у меня есть слово. Это нужно присесть, чтобы мы не нагреть крыльев. Понял. Хорошо. Но позже. Попозже, да. Давайте сейчас помолимся еще. Сегодня утром молился, поздравлял церковь в Грузии. Сегодня у них служение торжественное. И сегодня в Гмелисе собрание большое. 150 лет исполнилось церкви, дружественной церкви, в которой я бывал, проповедовал, общался с братьями и сестрами не раз. И епископ Росудан, старший епископ является этого братства. Евангелическо-баптистская церковь, у них обеднение свое такое. Сегодня 150 лет они празднуют. И за наших братьев помолимся сестер в Грузии. Так что, я маржом, я на свалку. Благослови Господь собрание евангелической, ветеранской, баптистской такой церкви. Боже, пусть Господь, они действительно прославят Тебя сегодня в эту годовщину, в этот юбилей. Боже, благослови Зураба нашего, Боже, там в Израиле, пребывающего сейчас, Господь, Боже, благослови его труд, работу, Боже, семью его там, Боже, благослови. И, Боже, пусть Господь на Кавказе, вот это пробуждение духовное, которое совершается Господь, оно распространится по всему Кавказу, Господь, с Грузией, по всему Кавказу. Во имя Иисуса Христа. Боже, благослови Господь, благослови Царь Вселенной. Боже, слава Тебе за все, наш Бог и Царь. И прошу Тебя, Господь, Боже, также благослови, Боже, эту планируемую поездку, Господь, новую туда на Кавказ, именно в Грузию. Боже, усмотри все, Господь, Ты, Бог, усматривающий все необходимое, Господи, для этой поездки. Благослови, Царь наш. И в этой поездке я прошу Тебя, Боже, используй меня, Господи, как своего слугу, Боже, и как в прошлый раз, и, Боже, Ты благоставлял многожды, Господь, уже. Но, Боже, прошу Тебя, пусть, Господь, и в Руставе, и в Цараване, Господи, и в Тбилиси, Боже, пусть в других городах, Боже, поселках, пусть прославляет Твое имя Святое, Боже. Пусть, Господь, народы Грузии, Боже, прославляют Тебя, и народы Кавказа, славят имя Иисуса Христа. Благословен, Царь наш, Бог наш, Господь наш, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Слава Богу. Да, тогда присядем? Друзья, вот, скажите, слово. Я, можно, в ЛН-5, там, да? Я подготовлюсь, я скажу. А, 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 может. Ага. Ну, может, может, э, может, и меньше, но. Ага. Вот, да, значит, давайте, раз у нас собрание-то небольшое такое, то, опять-таки, может, и кого есть слово. Не знаю. Вот, какое видение, сновидение, может. Не, бывает, что, ну, не знаю, я вас нередко что-то вижу, допустим. Вот такое, ну, толковое, хорошее. Значит, вот, а, допустим, супруга моя, вот, я даже порой там белой завистью завидую. Вот, ей все время что-то такое, ну, такое хорошее такое, надо же, думаю, вот мне бы так бы. Нет, ну, у всех разное, понимаете, вот, у всех по-разному как-то. Вот, у кого-то видение, у кого-то сновидение, у кого-то там откровение и Слово Божьего. Я хочу поделить тоже слово, ну, я попытался и в прошлый раз донести, но как-то, я сам еще, честно говоря, перевариваю его. Знаете ли, вот, знаете, вот, когда оно с того приходит, да, вот, действительно, ты просто, ну, порой в таком, ну, в хорошем шоке, не знаю, в каком-то, в таком, в переживании. Вот, и вот, там, пару недель назад, когда вот, вот, получил три слова, которые до сих пор явные. Что с этим делать? До конца я не знаю. Оно, оно вроде все простое, вот, ну, в том-то и как бы, не знаю, удивительно, что оно все простое, но настолько, понимаете, когда это внутрь тебя помещено, вот, то просто, честно говоря, не знаешь даже, как это донести даже, даже самому себе даже разъяснить. Хотя все понятно, все, может, еще раз уже сказано, пересказано, понятно все, вот, чисто по-человечески. Так, я готов, вообще-то, да, ну, поделитесь к слову, да, 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 я готов, я, ну, я сказать, вот, так сказать, буду, буду казать, ну, будь ласка, не побейте меня камнями, потому что, может, кому не сподобается, а это, ну, не казать я не могу. Нет, мы будем рассуждать, что сейчас. Да, рассуждать будем. Слава Богу, нам надо этим, что будем рассуждать. Учора, 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 я благодарю вас, благодарю Валентину Ивановну, всіх, кто молился за меня, я хоронил пастыря церкви, молодежного пастыря церкви, ну, как священники, на самом, на похоронах. Мне, честно говоря, это очень, я бы сказать, было непросто, очень непросто, и я испытывал сильное давление, потому что, можно, вот, тут собрались, аллилуйя, 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 слава Богу, это сам. А когда я пастырь церкви, 37 лет, 37 лет, слава Богу, он на небесах, я этот самый. И вот, когда я допустил, чую, чую, допустим, так, что, вот, у Бога все под контролем, вот, Бог, да, Бог взял, я с этим, с этим все воно кипить, я не могу согласиться. Ну, я знаю, что Бог есть свет, свет, и в нем нема никаких темлевых, и не, так сказать, я не соглашаюсь, допустим, с тем, что, допустим, что Бог для того, чтобы нас привести, мы понимаем, что это самое, посылает там, какие-то, что болезнь, что это, Бог не говорит, не посылает ни болезнь, Он не хочет, чтобы раньше, раньше времени мы умирали, и так далее, и так далее. И сколько молезнь часов? У нас до девятых часов. До девятых часов? Нет, ну, должны быть, другим, ну, и, так сказать, я не знаю. Ну, если вы стянете, должно быть, у них не надо. Я за ними, я за ними, без совести. Тебе, как коротко. Нет, нет, поделитесь, как коротко есть, поделитесь на месте, это не... И вот просто, как дух поведет, как дух поведет. Перше, я подслухав, так сказать, разговор, не хорошо подслухать, разговор двух людей, ну, тоже, так сказать, я попросил, чтобы не вели меня камнями, и так далее, и так далее. Я теперь хочу зачитать, вот прежде, чем что-то это, зачитать Слово Божие, Слово Божие, и старый заповедь, и новый заповедь. Потихоньку выйдем на это, на то, что вчера было, и так далее, и так далее. Ага. Чому, чому, я знаю, чому, что это не воля Божия, чтобы люди помирали, ну, помирали в раннем возрасте. Так, языки, языки, 18 глава, 14 стих. Так, языки, 18 глава, 14 стих. 18 глава, 14 стих. 18 глава, 14 стих. и моими, то цей не помре за беззаконня батька свого. То и в старом заповеді так. Теперь дальше Иеремия, 31 стих, 29, 31. Так, Иеремия у нас, Иеремия, 841, 841, 841, так, Иеремия, Иеремия, 31 стих, 29, 31 стих, 29, 31, Иеремия, 31 стих, 29, так, 20. У ті дні, це в наші дні, в наші дні, у ті дні вже не будуть говорити, батьки їли кислий виноград, а у дітей на зубах паскомена. Але кожен буде помирати за своє власне беззаконня. Хто буде їсти кислий виноград, у того на зубах, і ось комена буде. Так, якраз в 31-м розділі говориться о новому завісі. Так, 2 Коринфянам 5, 5-17, я вже по пам'яті був. Написано, що ми нове творіння в христианській. Так, відкривання 12, стоп, відкривання. Так, Іоанна, 19, глава, 28, 30. Іоанна, 19, глава, відкрив, слава Богу, 28, 30. Так, після того Ісус, знаючи, що вже усе звершилося, що справдилося писання, говорить, пити, жарко, насильський. Стояла тут посудина повна осту. Воїни, намочивши остом губку і настравнивши її на тростину, піднесли до густ його. Коли ж спробував осту Ісус, коли ж спробував осту Ісус, сказав, звершилося і, скиливши голову, віддав дух. Деякі проповідують, що цей хост, дух, як обезболював, і так далі, і так далі. Раніше, мов, обезболював, що можна було обезболювати, як це тіло розорване повністю. Він взяти гріхи всього людства, всього людства, серце в нього розорвалося від проклят, тому що він став прокляттем за нас. Він став гріхом за нас, щоб ми приобрели праведність. Він став прокляттем за нас, щоб ми приобрели благословіння. О якому там обезболювачі може бути річ? От вас, може хто-то обідав, може хто-то це саме, може хто-то предав, може це. Не тільки те, що його били ногами, там розорвалося, але це всі предателства, що у вас все це саме, що народи угнітали, народи і так далі. Всі ці обіди він взяв на себе. Там не було об цьому цьому. Про що це говориться? Про що це говориться? Оце той кислий виноград. Кислий виноград. І він, ще раз прочитаємо, в цьому, в цьому, це цьому. Стояло тут посудний наповний, вона наповнивши ось тому губки, на сторончині, на теростині, піднесли дус. Коли ж спробув ось, і Ісус сказав, звершилося. Він знав, що оце, прародові пропляття, випливе. І він, коли взяв оце, коли він, це цьому, випив, він взяв на себе і родові пропляття. І сказав, звершилося. Я для чого це вам кажу, щоб вас ніхто не обманув, що хто-то, вас, деду, у дідів, там, що-то зробив, і так далі, і так далі, і так далі. Ні. Все береться в цьому, повірить, в цьому світі. Повірите, хто-то сказав, що ага, ви відвічаєте за дітів, за батьків. Ви повірили, все. Оцей дух війшовувався, і все. І тепер треба вигонять. І деякі стоять, і тисячами вигоняють цей дух. І з цього самого. Ви повинні повірити, що Ісус, що ви нове творіння у Христі Ісусі, що Ісус всі гріхи заплатив за всі гріхи, ви повинні це прийняти. Що це закінчена робота Господа. Що це закінчена робота Ісуса Христа. Ви повинні прийняти. Слава Богу, слава Богу, вірую, так. Коли ви приймаєте це, чому малі діти, чому люди, християни, які тільки покарялися, розвагають руки на мертвих. І вони воскрешають. Чому? Потому що над ними ще не роботали наші пастири. Вони одразу, одразу повірили. Одразу повірили. Що ти йди, ти йди, ти дійди, ти дійдеш до якого-то духовного уровня, і ти потім будеш, будеш, яда ця. І вони беруть це за кінцеву точку. На ДЗ, коли ви покарялись, у вас є все. Все для життя і благополуччя. У вас все є для життя і для благополуччя. Але ми, апостол Павел, обновляйтесь духом масового. Обновляйтесь думом. Чому? Чому не живу? Чому цей, допустим, там говорили разний, чому пастир не жив довго? Я більше, ніж уверен, що я молився, бо мені говорив, чому в нас, допустим, немає деякого процвітання. Я скажу, що я теж фінансово не процвітаю, але я працюю на це. Так само і процвітання, і доволіття, і доволіття в країні. Я вам скажу, є закони віри. От я вчора віз матушку додому і розказував. Розказував, говорю, не ходиш на собрання? Я говорю, послухай, батьма. І вона смирилась і слухала. Бо куди вона з машини, з машини нікуди не дінеться, і 45 висаджу, і 45 хвилин, і то саме пишу, терпіть мене, так, я їй проповідуваю. І кажу, от, а вона ж любить садить вона, у нас ці вазони, всі ці растіни, це взагалі, це, 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 я потихеньку між вазонами, раз на диванах, і все, я говорю, живуть на зоні і я для них, це, і ми, і от, так, і от, говорю, от ти садиш картошку, от садиш, от є закони віри, от, ти садиш картошку, ти посадила, не, вскопала, вскопала грядку, посадила картошку, потім обробили, а, посопала, обгорнула, обробила, от жуків, потім викопали, потім занесли, вже і все, це вже водить, так само діє і віра, так само діє і віра. Перше, що, ми вступали, от на, на, при, на життю Авраама, повірив Авраам Богу, і це йому ввинилась праведність, у праведність, так написано, що є, ну, праведність і, і наслідство, воно йде разом, так само, перше, повірив, прийшов Бог до Авраама і говорить, ти, язичник, я, я хочу тебе, щоб сином Божим зробити, я тобі дам землю, дам сина, і ти будеш отцем багатьох народів. Ти хочеш це, хочу, хочу, соглашився, повірив Авраам, повірив, що, насразу, на сьогодній день це все ж був, ні, над цим він працював. Перше, повірив, змінилась його природа. Потім він, повірив, потім він почав називати несуществующе, як существующе. Потому що Бог, він говорить, той, який воскрешає мертвих, і називає несуществующе, як существують. Он начал говорить, что у меня второе имя Авраам, а это царь. И сейчас имя имеет значение, ну, прихованное, допустим, значение. А тогда имя, допустим, человек, который не имеет детей, живет в сообществе. И вот выходит царь, уже царь, это мать царев и так далее, и так далее. И говорит, зовем, не Авраам, а тот на поле работает, где-то там, что-то вкусное, что вы говорите. Авраам! И все слушают, Авраам! Это Авраам! Идеисты! Отец многих народов, идеисты! Представляете это самое? Они подумали, что они сгусту заехали. А тут, иду, Сара, иду, Сара. Иснули. Да, они называли неиснующее, как иснующее. Они называли неиснующее, как иснующее. Зменило слово Божие, вера, изменило их сердце. Потом они начали проповедовать. Потом они, ну, не хватает веры. Бог говорит, выйди, подивись на зерки. Тот подивился, о, а это сколько будет народов. И за каждой зерки он видит своего наследника это самое. Вот. Вот. Подивись на зерки. Потом возьми же мне песок. Вот это такое наследие будет твоей. Потом дела веры. Есть и дивись на эту землю, которая будет тебе принадлежать. Потом еще, ну, не, как сказать, не забывай трудиться над тем. Ну, ну, Авраам и Исаак трудились над тем, что появился Исаак. Безрозумие. Да? Да. Вот. Слава Богу. И аж потом, потом пришли, пришли плоды. Вот это почему я и расскажу. И матушке дышло, что как картошку, как это, как это, как это. Чему я веду? Если у нас есть проблемы, проблемы. Вот благословение Авраама через Иисуса Христа належит нам. Аминь. Это мы получаем в пакете. В пакете получаем духовно, не практично, получаем в духовном свете. Доволитие, благословение финансовое, защиту наших детей, свою защиту и так далее, и так далее. Это не само собой понимается. Мы получаем это и должны над этим работать. Как? Вот это, как Авраам работал и так, когда мы берем Слово Божие и говорим. Вот. Хочете сто... сто роков жить? Вот хотите? Сто двадцать. Ну, я так хочу сто двадцать. Не надо, мне сто двадцать. Сто двадцать. Ну, слава Богу, сто двадцать. Вот, тогда скажите мне три списка про Довголетие. Сочный, в кости написано. В старости я в Витаме, 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 в Витаме. Это в Куверии, да? Да, я не хочу вас обидеть, не хочу это самое, ну, хотя, если вы 4-5 список про Довголетие не знаете, вы не двигаетесь в этом Довголетии. И вот, отец Виктор сказал, о том, что вы еще знаете, я знаю на память, так сказать, конец 90-го псалма, готовить, не, насыщить и дать спасение, спасение моё. Ярак, працю, вера. Вот, мы можем жить, жить, потому что дали им батьки, батьки дали нам, ну, вот, девяти просто, с Динка, долго живут. А если, ну, ну, хлюпенький, вы, ну, 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 это самое, может жить 100-100 рублей, может, я вам скажу, как, как, хотите жить, вы берете, берете, берете Місце Писания, до готовит дней насыщить меня, и даст, мне спасите, и провозглашаете в своё життя, вы уже эту картошку посадили, начинаете плавать, вы начинаете закон веры, цей, цей, провозглашать, провозглашать, а потом дела веры, какие дела? Отказаться от некоторых, может, продуктам питания, которые не полезны, да, много там их пить не полезно, да, и еще этот самый, над этим, этот самый, так же само и процветание. Мой Бог восполнил всякую мою потребу по богатству своему славе Христом Иисусом, вы провозглашаете это, и дела робите, ходите на работу, Бог даёт, вот, священников Бог для, через подарки, там, допустим, благословляет, это священники, и священники иногда проповедуют, что вот, вот, так, это, аллилуйя, слава Богу, это самое. Нет, те, кто на работу ходит, он через работу, через те, что, ну, даёт идеи, даёт такие, это самое, и, вот, хотите стать этим миллионером, еще написано, что, якою мирою мирюете, такою будет отмирено и вам, этот самый. И вот я сказал 100 или 102, я отмирил себе мир, вот, если Виктор сказал 120, вот, он мир отмиряет этот самый. Если вы сказали, что вам надо 100 тысяч долларов, вы не будете миллионером, это самое. Скажите, я миллионер, вот, в окрасте Иисусе, вот, хорошо, хорошо, или кто сказал миллионер не будет миллионером, якою мирою мирюете, такою, такою и, 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 этот самый. И это, и, и, это, и, это працюет, это не про грехи, это, это працюет, это дела веры, дела веры, вот. И вот, и вот, и вот, и вот, 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 провозглашаешь, и цю картошку занес, и я вчера ей завез, занес потом, этот самый, на балкон, утеплили, и все хорошо, и так далее, и так далее, и слава Богу. А это то, что мне привезли, северный бюджет? Да, да, то, что... А я буду знать историю картошки. Слава Богу. Слава Богу. Так что, от, я для чего, для чего це кажу? Чтобы мы приняли, чтобы мы, вот, есть... Прийдут трудности, от нема, нема, от есть модель життя, модель життя. И есть... Нема такого, что не прийдут трудности. Трудности прийдут. Я не хочу, чтобы, от, допустим, мы, допустим, вчера, допустим, згрешили. Я не призываю их згрешить, а, допустим, допустим, всі ми грешиму, всі ми грешиму. Это написано, написано, словами Богу, всі ми багато согрешаем. И немає ни одного, который не согрешает. И вот, чтобы вас дьявол просто не обманул. Вы вчера завершили, а тут, чи дитина заболела, чи на работе, как я говорю, это буря, вот этот сам, чи ще. И прийде дьявол и скажет, ты недостойный, ты вчера завершил, ты недостойный положить руки на свою дитину, это сам. Нет, моя праведность не из-за того, что я сделал, а из-за того, что сделал Иисус Христос. Он сделал 100%, все правильно, он исполнил весь закон. И вот, я маю право, вчера я завершил, так сказать, это сам, нет, я вчера не завершил, это сам. Но я маю право, что сегодня сказали, если дьявол что-то там, это, это, на меня, наїду, чи на работе, я скажу, так, дьявол, пошел, во имя Иисуса Христа, ты не маешь права. Я посажен в Иисус Христу на небесах, я маю владу приказувати тебе, ты под моими ногами, и ты, вот эти бесы твои повинні меня слушаться, и пошли вон, из-за твоей ситуации. Я, Дитя Боже, вы не маете права, вы тут находитесь беззаконно, пошли вон, вот еще. И я, Боже, Дух Святий наполни меня, прийди на эту ситуацию, прийди на наше собранье, Дух Святий еще больше, больше, аллилуйя, слава аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аминь. 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 Я хочу сказать, что это в ДУСИ, и знаете почему? Потому что у меня есть продовжение о цих случаях. Я же с вами эту телефонную договоренность. Просто есть продовжение, от того, что вы навчали, есть, то есть, знаете, еще духовная пилирунка, вы, как бы, рассказали общую картину. Я хотел бы, чтобы мне минут 20 дали, мы перейдем сразу так, вот, дивитесь, сходу в ДУСИ, люблю в ДУСИ служение, но никто не готовится, но это важно. Вот вы знаете, я, под каждым словом Ивановича, подпишусь, потому что я сам так и по натуре, я не соглашаюся. Не соглашаюся, потому что я родился в Аптисской церкви, и меня там учили. Приймей голезнь, приймей там те, а приймей те. Я, за что бы меня попросили с этой церкви, потому что я не соглашаюся. Больным другом, я не учили. Протестант, 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 я не хочу быть на похоронах у священника, которым 30 лет. Я хочу быть на похоронах у священника, которым 120 лет. Вот я согласен, так и вот священник, чтобы это был вишка, чтобы это был эталон. И понимаете, тогда действительно, когда приходят на такие похороны, люди, что шукаются, люди теряют веру и говорят, то зачем мне такие церкви, если я перехожу в 30, а я должен в 37 уйти, вопросы простые, зачем мне другие, да? Если любое время, я могу случайно там упасти, выпасти, случайностей в Бога нема. Иван Иванович это говорил, и я говорил, что в усьом у Бога есть порядок, порядок. И есть в усьом у Него Слово. И через то, смотрите, мы приходим, как говорится, верой, и у нас все есть. Но вера, в чему интересно, что она возрастает, возрастает в Авраама. И он от веры перейшел, помните, есть такой момент, он пророчил, когда Иисус встретил Самарян, язичницу. И когда язичница побегла город, она сказала, пойдемте, подивиться, как проповедь. И они по вере пішли подивились, потом они сказали такие слова, мы уже не верим, а знаем, мы все начинаем с веры. Так сказал Иван Иванович, все, без исключения, ну, с временем, когда мы погодляемся в знания, мы уже начинаем с веры. Это уже немного выше уровень веры, но без первой, что сегодня Иван Иванович сказал, ступеньки, я верю, без догаданного веры, как сказать по-украински, без вопросов. Боже, Бог говорит, ты будешь жить 120 лет, а как это? Ну, прийдет до меня маленькая дитина, уявит, что мы все дети верим, пришли и скажут, а как это, ей 4 лет, эта машина едет. Я у дитині 4 лет, объясню, как эта машина едет. Я ей буду всю систему рассказать, вона не пойме, но когда эти дитины уже 18 лет, ей уже можно будет рассказать, и вон она уже... Да, так и в ней мы приходим до Бога мертвыми, духовно мертвыми, все. Не думайте, что мы ходим по земле без Бога живи, это духовно мертвые существа, которые родились, как мне Бог сказал, чтобы потом умерли. У них две фишки, ось он умерли, а ось он умерли, а между этими расстояниями они едят, сплять и умерли, больше ничего в них не имеют. Ну, там исполняют свои физические потреби, паруются там еще что-то, но когда ты с Богом, то цей процесс, что вы делаете? Розтягивается куда? В вечность. Но и земле жизнь у нас умерли, да? И вот сколько вы веры и растягнете, и какое оно будет от вас сейчас? Про то, что сегодня Иван Иванович сказал, мы должны тренировать свою веру, сколько лет жить, сколько денег можно мать, что там, какое служение в тебе будет, потому что мы привыкли. У меня есть проблема, а на что мне решать духовно? У меня есть батюшка. Я на него повышаю и человека, я на него повышаю и маму, и папу, и детей, и всех повышаю. Слава Богу, что я все равно священник крапкин, и муратяну. Но вы мне скажите, кто лучше помолится за дитину, как не мама. Кто лучше понимает ситуацию, как не мама. И вы знаете, мне приятно, когда до меня приходит мама уже готова верою. Отхи как? Батюшка согласится с мною, чтобы у моей дитины привез пальчик, потому что я в детстве ее отбил. Я тетя обнял ей, как валирую. И даже говорить не надо, потому что согласие священника приходит священное действие на чью? На вашу веру. Вы понимаете? У вас должна быть вера священника священного действия. Все. А что же у мамы? А у мамы полная купа сомнений. И когда я священник помолился, мама и дядя дома говорит, что дал бы Бог. Что сказал батюшка, так случилось? Не случилось. Пока дядя до дома, вы все аннулировали в духовном мире, потому что вера в маму моментально работает. И вы пришли, а дитина больна. Айр. Молитва Айра. Мне это самая прекрасная молитва. Когда Иисус... Помните, пришел Айр в священник и говорит, что дочка больна. Подбегает слуга и говорит. Вот та учителя. Не мучает. Уже дочь мертва. Иисус сразу увагу, сразу подивиться в это место. Писание перевертаешь снова на себя и говорит, что сколько можешь верить? Не слушай этим брендям вокруг тебя. Ты же прийшел до меня. Сколько можешь верить? Верю. Секунду, а он что говорит? Помоги моему не верю. Моя молитва часто так звучит. Мені пророчат. А у меня тут сразу кулак. А это что? Может со мной так и будет? Я могу быть миллиардером. И я сразу говорю, Боже, поможи моему не верю. Оця молитва Ира – это золотая молитва. Возьмите ее. Когда вам священник вкладывает в уста слова веры, когда священник молится за вашу дитину и приходит в священодействие, а вы едете так до дому в метро и вас сразу посещает дьявол и говорит, а может это такое может быть? То сразу скажет, Господи, поможи моему не верю. Потому что дьявол сразу работает, ему надо вкрасти вашу веру. Он священное действие не может вкрасти, потому что это священное действие священника, но он может вкрасти вашу веру. И вот эта линия, которая должна идти, знаете, такая золотая линия от священника до цели, а вы едете посреди канала. И там сразу пробка в канала, в трубе. Водичка не потечеет, что ваша труба может залить. Все. Потому что священник вам помогает из духовного мира взяти те, что для вас приготовлено. Рука исцеленная, новая, почка. Что там все? Квартира новая, работа. Яхта. Яхта. Скажите, в чем заключается грех? В неверии. Знаете, когда я в тайной комнате услышал просто слово, я и плакал, и смеялся. Бог всегда приходит и говорит, сын, от меня, от тебя мне нужно три вещи, чтобы ты меня отца любил. Иисусу верил, а с Духом Святым общался. Все, три основы. Это те, кто сказал Павел, только в простоте, как отца. Тота такая, полюби меня, брат твой тот. Я хочу для тебя доброго. Иисус сказал, поверь мне, бо я твоя жизнь уже прожив. И ничего нового не будет. Просто возьми и клади ее сюда. Правильно? А Дух Святый говорит, общайся. А че общаться? Потому что по дороге до Иисуса, до признания Его, дьявол будет воровать. Воровать вор. А Дух Святый поможет вам устоять против этого врага. Той духовный. И Иисус, и Дух Святый духовный. А мы с вами... Да плацкие же. Да сколько вижу, сколько знаю, я говорю. Да? И мое усилие закончится возле той стены. А Дух Святый... Я бы сказал Иисусу, мне не нравится Никодиму. Никодим, помню, там пишу, где есть священник. Самый умный цена логи. И говорит, родиться свыше. И он ему говорит, что мне назад в другую мотер залезть. В семье что откройли это? А ему Иисус знает то, что он говорит. Дух дышит где хочет. И приходит откуда хочет и куда он ходит. Куда кто? Я не могу контролировать. Вот вы понимаете? Но мы с вами плацкие, как Никодим. И мы хотим все держать под контролем. Я же Дух Святого не контролирую. Тут дышит, а тут не дышит. В этом храме дышит. Да. Вот здесь у меня проблема достала. Дитина больна. А вот когда деньги получил в кассе, Дух Святой все, отдыхай. Я их сам буду тратить. А вот тогда, вот здесь, когда деньги получил. Знаете, мы с женкой фокус такой придумали, духовный. Поделюсь, кто хочет, чтобы деньги не воровал дьявол. Берете, получаете деньги, не тратите ни копейки. Приходите домой, седаете, если вы сами, сами молитесь. И все у вас есть помощник, там жена духовная, вдвох молитесь. И эти деньги дома должны переночировать. А ж утром их тратить. И вы знаете, работа, работа. Дружина утром уже списочек слала. Уже в ней нема безразмера. И все. Бо жена в основном уже планируется. И она уже говорит так. Все-все-все будет дешево до столицы. Но если ты взял деньги и выбегаешь на базар, чему такие вещи? Базар весь пропитат колдуством. Я торгов на базаре, потому что занимался. Там все ходят до знатарьев, до колдунев. Если вы заезжали в палатку, прикоснулись до вещи. Все. Вы эту вещь возьмете. Придайте до того, и скажите, а ну что я ее взяла? У меня таких футболочек сто штук. И вы ее снова зложили на полку. И только кому благословите? Я хорошо. Я согласен, что вы это благословляете. Но зачем же они его, когда в последнее время, не благословляете? Хотя вы самому можете выжить. Через это все есть. И питайте в Духа Святого. Он для вас даст ваши знания. Потому что моя логика так работает. Ваша по-другому. А Бог же очень интересен. Он нам огранили. Знаете, сколько Бог огранили? Сколько людей у нас есть? Потому что каждая людина это его огранили. Потому что у нас есть личность. Аминь. И нам Бог даже початки поставил. Каждому своему. Все. Нема две люди, которые мыслить одинаково. Вы от меня слушаете, не пропускаете через свое понимание. Вот. Через тот самый лучший учитель. Кто? Дух Святой. Вот это есть той же Иисущий Бог. Який для вас, для вашей ситуации придумает что? Выход. Выход. Но мы же плод и кровь делаем как? Живет нормально. Хорошо. Мы ищем проблему. Создаем ее. Так и барьер. А потом разгоняемся и мужественно преодолеваем. Ху. Баре плыну. Аллилуйя. Боже спасибо. Что дальше? Следующая проблема. Проблем нет. Свершилось. Священник сказал. Я с ним согласен. Иисус убрал уси, предели, барьеры. Проблемы и барьеры мы создаем сами. Вот здесь. Вот здесь. Сначала вот здесь. А потом вот в этой нашей душе плоской. Через то Господь сказал. Я хочу, чтобы ваша душа преобразилась в подобие чего Христа. Тобто, чтобы уже не душа плоская, а сердце Иисуса. Деньги тратим. Да. Вот и проблема. Не высыпайтесь там, кто там у нас в проклятии. А я сам. Хожу по базаре и у меня дырка. Потому что все там закодировано, закодовано. Даже в интернете на всякий сайт наложиваются конкретные заклятия и проклятия. Через то, заходячи в интернет, помийте руки духовные. Господи, глаза. Отдай мне отсеять. Отдай мне просеять. Я одну сестру три дня освобождав. Подивилась простий ролик про штампи на руці, на лобі. На ней такий страх зійшов, что вона перестала есть и спать. Поняла, что она в рай не попадет. Там я посыпала твою информацию. А в ней уже карточка есть. В ней уже джипы какие-то есть. Знаете, в ней био-паспорт есть. И там специально, чтобы мы усомнились, чтобы мы испугались. В своем спасении, да? Чисто Бог нам дал, знаете, чудо. Знаете, очень простое чудо. Мне и вам. Он поместил в нашу душу понимание осознания греха. Осознание греха. Это когда я узнал, что это такое. Это вообще. Это червона кнопка. У машины, знаете, есть. Аварийная кнопка. Я еду собі спокойно. Ну тут ситуация такая. Я сразу по кнопке пал. И что? Что такое осознание греха? Вот я хочу, чтобы вы взяли эту кнопочку. До того, что Иоанна Ильич каже, вы добавили это понимание. Иисус на Христе был для чего? Чтобы, когда я перейшел к Христа, я понял одну простую вещь. Он святый. Я гречен. Аминь. Ну это. Открывается какая-то доля секунды. И Он приходит к мне и говорит, делаем обмен. Який? Ти святый. А я гречен. Как это произошло? Это когда мы сидим за стил, вечерин с ним, да? И Он снимает. Вы приходите за стил, у вас порвана куфайка. Вы все стерзаны, порваны, побиты. А Иисус в святом Деянии. Царь мира всего. Вот так вот сидит, как я напротив Иоанновича, и говорит, Иоаннович, снимай куфайку. Люди, это моя родная. Это же моя. Сейчас с третьей колени. Это же тату и мама. Тут все записано. Все. Снимай куфайку. Нет, я же голый буду. Секунду ты будешь голый. Когда он снимает с меня куфайку, он надевает на меня свое белое одеяние. Снимает мои грязные сапоги, надевает свои святые золотые тапочки. И кто тогда? Где? За столом сидит. Там уже сидит. Дитина Божия. А тут сидит Иисус на Христу. Он может только забрать меня. Понимаете? А мы бежим, мы идем. Мы хотим, чтобы люди нас освободили. Чтобы люди нас выкачали, закачали, перекачали. И что? И это игра по кругу. Знаете? В цирку. Мы пели по цирку. Тут освободился. Добавил по этой точке. Знов уже зависимый. И снова. И снова. И снова в цирку. И снова в цирку. Иисус стукает в греха. Я стою и стучу. Кто меня откроет? Для чего? Сделать обмен. И понять, что моя греховность, это не моя греховность. Это его греховность. Вы скажете? Одна моя бабушка сказала. Люди. Оцей беднесенький Иисус на Христе. Та я ему сейчас свои полячки. Не, я такого не допущу. И мы не допускали. И мы остаемся беднесенькими. Мы остаемся добросенькими. Мы остаемся душевненькими. И душевненькими помирали. Но Господь пришел для чего? Чтобы вы отдали. Чтобы вы отдали. Серьезно.